В этом году, у нас это, в принципе, пятая годовщина, мы решили сделать выставку более подробнее, то есть мы сделали, показать семью Бобринских, даже, скажем так, не саму семью Бобринских, которая здесь у нас есть и показана, а как это все начиналось. То есть есть у нас купча, которую Потемкин купил у Любомирских, и с этого момента, от самой купча, которая есть, и фотографии Любомирских, Потемкиных, Самойловых, кто в этом принимал участие, выставка наша продолжает расти до, скажем, 1990 года. Здесь предоставлена оккупация, период 18-20-30 года, смело в лицах, коллективы разные. То есть все, что касается смело, есть на нашей выставке. Эти материалы у меня уже собираются, вчера было 6 лет, ровно как я начал этим заниматься, с фотографиями. Сейчас помогают все, каждая выставка обязательно дает 5-6 человек, которые делятся потом своими фотографиями, своими воспоминаниями. Вот уже на данный момент я имею минимум 7-8 старых фотографий, которых у меня не было. Люди специально принесли для того, чтобы на следующей выставке они у нас были. На стендах пока мест 400, но будет около 500, а всего имеем в картотеке более 6 тысяч фотографий. Тут представлена виставка копаних речей, которые нам дают археологи, которые называют черные археологи. Но, на жаль, единственный из людей, которые, возможно, из своей пользы, но и за свое хобби, так сказать, шукают и дают нам деякие речи. Тут представлены речи, как русский период, русский период, так и много речей, которые были во время Второй святой войны. Как оружие представлено, которые воевали во время Второй святой войны. Про это рассказываем молодому поколению, детям и подлиткам. С теми, чтобы они знали, что это такое, на жаль, у нас на Сходе досі не закончилась война, там майже такими оружием воюют. У нас есть макеты гранат, которые уже не действуют, чтобы дети знали, на что они похожи, чтобы их не чипали. В случае, где-то кто-то выкинул, где-то положил, чтобы дети сообщали дорослих и соответствующие службы. Для этого мы это представляем, чтобы они видели нашу историю, потому что очень много людей, насколько мы знаем, очень мало ходят в музеи, что очень прикольно. Тут, так сказать, музей виходит до людей ближе, как-то агитуем, чтобы люди изучали историю, потому что, кто не знает историю, то и не имеет будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова